приветик всем снимаю видео о покупках в декабре и в роше арифлейм фаберлика еще немного глупости с глупостей начнем наборчик вот такой гелий для душу для аппетит марселье в подарочные коробки был ныряя в клубничный рай с ароматом клубники и жизнь розовых мечтах роза прованса не знаю войдет войдут ли эти гели в постоянную коллекцию или же это лимитированная версия просто первый раз увидел в магазине стало интересно захотелось попробовать эти гели наборчик вот такой и коллаб крем-баттер для тела имбирный пряник и гель для душа еще соль для ванн набор был в подарочной упаковке но я сразу сняла и выкинула она мне ни к чему и к тому же она занимает очень много места поэтому в общем выбросила сразу нужная покупка это гель жилет я беру с лавандой опытным путем для себя выяснила что этот вариант который мне нравится больше всего поэтому ну может быть будут какие-то новинки буду пробовать но в принципе остановилась вот на этом деле он меня полностью устраивает два геля для душа которые видела впервые в магазине несколько не знаю насколько это новые продукты на рынке вот так выглядит упаковка роскошь масел с маслом авокадо и экстрактом ириса и второй гель для душа это с маслом макадамии и экстрактом пиона прован до экстрактом пиона причем здесь прованс да вот как-то в первый раз увидела взяла оба не что удивительно вот макадамии пион не люблю уже дома вот послушала аромат из упаковки аромат нравится очень положительно отношусь к авокадо и ирису но аромат как-то так вот ну посмотрим может быть в душе раскроется по другому очень понравился аромат из упаковки я купил этот вот гель какой-то странной марки свежесть на весь день масло лайма и целонская мята очень приятный свежий аромат купал конечно чтобы использовать в качестве жидкого мыла гель для душа не вея абрикос из всех гелев не вея я положительно отношусь вот прям так чтобы неоднократная была покупка единственный вот этот вот абрикос последний раз покупала не знаю на года два назад может быть больше но почему-то в этот раз захотелось и купила но это всем известный аромат я думаю что расхваливать его нет никакого смысла бархатные ручки королевская органа сколько-то тюбиков купила взяла парочку или тройку не знаю кремов для рук от esfolio с бананом не вот такие вот запечатанные еще не стала скрывать потому что это пока у меня все в запас идет нравится хороший крем и первый раз беру крем от марки flora sun никогда не брала с маслом абрикоса маслом зародышей пшеница бюджетный крем ну как относительно не знаю на рублей 50 или 60 струк ну смотря с чем сравнивать еще одна повторная покупка это гель для душа от фа аромат ванильного меда такое же у меня отношение положительное как вот в неве и люблю с абрикосом гель так уфа люблю вот этот ванильный мед покупаю только в холодное время года если вообще покупая если возникает желание потому что он очень сладкий очень тягучий но сейчас почему-то вот захотелось и совершил покупку гель для душа от лепетит марселе мятный восторг он закончился я показывала в продуктах лучших продуктах года конечно купила потому что хочу чтобы он у меня был в ванной просто вот любовь морковь и из той же оперы покупка это черный жемчуг шелковый бальзам для тела смягчающий тот же не участник того же видео лучших продуктах года замечательная вещь она продается везде но мне как-то вот спокойнее если будет дома вот я как-то знаю что мне эта штука есть и да и и хорошо и приятно был у меня заказ у oriflame сыр совсем небольшой я купила себе можно сказать набор это экла парфюмированный крем для тела 250 миллилитров и парфюмерную водичку так выглядит коробка здесь 50 миллилитров и вот так выглядит сам этот флакон когда-то у меня был было был наверно не один флакон на 2 или 3 я покупала еще когда другой дизайн был когда-то был давно очень давно мама скорее покупал да будем так говорить вот в общем почему-то мне захотелось купить надеюсь мой муж не заставит меня это дело выбросить и не будет ничего иметь против этого аромата купила вот такой крем мисс giordania 150 миллилитров объем парфюмированный я равнодушна к аромату туалетной воды но вот почему-то захотелось парфюмированный крем вообще знаете поставка я сняла видео запасах я поняла что у меня как-то не очень всего так уж много и давай закупаться всем вот этим вот по-моему это да крем с миндалем он какой-то идет для лица и тела что ли 150 миллилитров и с тем же ароматом бальзам но захотелось вот с миндалем с пеной от иван не повезло но может быть хоть здесь миндаль будет я не знаю это продукт этого года или это с прошлого года как остатки бывают которые выдают за лимитированные версии еще у меня был по-моему это да это набор был мыло для рук от oriflame молоко и мед когда-то тоже вот у нас дома всегда был этот крем и мыло это не пена для ванны было но потом как-то другие продукты все это дело выяснили вытеснили вернее захотелось повторить и вот праздничная упаковка кто сказал что это красиво праздничная я не знаю по моему это все страшно и уныло я даже не знаю оставлю ли о себе потому что я не люблю вот такое-то оформление темное мрачное какое-то все не считаю что это праздничное мне больше нравится штатная обычная упаковка где прозрачный пластик банки и сверху такая золотая крышечка вот может быть да может быть я это дело подарю в общем пока еще не определилась повторная покупка это биолифтинг вот эти лифтинг полоски для области вокруг глаз от новосвит что-то там не очень много у меня осталось в общем я решила по случаю улыбки радуги зашла думаю надо будет прикупить купила я себе вену snap если я правильно до называю но спросите зачем она мне нужна да вообще не нужно ну просто так знаете вот это ми 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 вот так вот закрыл да якобы вот это все так удобно красиво с собой брать не знаю просто не захотелось купить эту штуку и все без всяких там аргументов единственный лак вот видите как он темный кажется практически черным почему-то камера вот она как-то странно делает некоторые лаки выглядят более светлыми чем есть на самом деле а некоторые наоборот вот это такой цвет темный темный вишни почему-то уходит в коричневый скорее всего я отдам потому что я разочарована уже цветом он выглядел немного по-другому я покупала по интернету это нейл лук артикул 303332 по моему называется black cherry вот единственный лак который я купила и сразу же мимо кассы купила пилочку очередную от essence из лимитированной какой-то коллекции есть и в постоянной коллекции эти пилочки но когда лимитированные выходят они вечно с какими-то рисунками вот так вот вот мне очень нравится я всегда покупаю обожают эти пилочки чехолчиках сумочку положить сплошная прелесть купила опять упаковки со спонжами вес они у меня всегда есть несмотря на то что есть достаточное количество кистей и бьюти блендер я все равно покупаю вот это вот дело ну как бы не мешает мне не мешают мне кисти и бьюти блендеры покупать вот эти вот спонжики от вес заказ был у меня от евроше знаете я принципе не было никаких планов но вот в этом сезоне мода на золотые бьюти кейсы появился золотой бьюти кейс у сифоры 1499 по моему цена 545 у фаберлик но мне больше всего понравилась версия у евроше и поэтому я сделала заказ для того чтобы получить этот бьюти кейс так вот он как бы лен такой с позолотой что ли такая вот симпатично оформленная косметичка она очень тоненькая очень легкая это тоже важно когда нагрузишь косметикой не будет вес косметички добавляться к весу косметики и очень симпатично сделано очень маленькая то не очень мелкого помола но в общем очень аккуратная молния и очень красивые такие вот с ленточками эти застежки написаны в роше в общем очень метод бьюти кейс понравился и ради него я сделала заказ ну вот причем набор был в набор входил еще такая вот маленькая косметичка мне она кажется бестолковая такая полу кошелек я ее подарю но ткань очень приятная такая на ощупь два геля для душа я взяла покажу вам только один в общем орех один я взяла бразильский кофе даже не стала тащить знает как выглядит а второй гель гватемальский орех макадамии я его когда-то пробовала мне не понравился аромат я даже помню свои впечатления в общем у меня когда я им пользовалась осталось такое впечатление что стоит какой-то вкусный десерт в который набрызгали духов и вроде пахнет вкусные есть невозможные и как духи чисто раздражает и я не покупала почему я купила все-таки в этот раз как-то вот я начала сталкиваться с тем что мне меняется почему-то вкус и начинают нравятся те вещи которыми раньше была равнодушна например как аромат крема для для рук скриты от локситан вдруг какая-то любовь проснулась еще там тоже к паре к парочке продуктов изменилось отношение я думаю может быть и попробую и мне понравится вот этот вот орех макадамии в этот раз ну чего только не случается наших косметических буднях теперь что касается фаберлик ну конечно яблочный штрудель это наверное герой просто этих декабрьских каталогов простите взяла что могла вернее что было в наличии сколько-то упаковок жидкого мыла и одну упаковку мне подарил консультант это был бонус за мои покупки молочко для тела молочко по-моему я взяла одно и по-моему три геля для душа мыла по-моему три геля три но кремов для рук не было все наверное знают и не девчонки напишите хоть кому-нибудь крем для рук достался мне такое впечатление что это вот эти предложения с кремом для рук это просто замануха была они изначально планировали что этого не будет чтобы был ажиотаж и в январе чтобы уже по нормальной цене ну и такой по стандартной чтобы все закупались но это мое личное мнение повторная покупка ванильное лакомство по-моему две упаковки мало я взяла и по-моему два крема ванильное лакомство в общем-то нормальные продукты на самом деле по крайней мере лучше чем гель для душа и мыло вообще инертное спокойно такой не напрягает и крем мне тоже понравился текстура понравилась и в общем-то и аромат я такой спокойно к нему отношусь я не могу сказать что это какая-то прям любовь безумная ну спокойное отношение конечно не могла не купить это крем пена увлажняющая с кокосовым молочком но потому что кокос и хоть и запасы кремов огромный но я купила крем суфле для тела увлажняющий с кокосовым молочком так сказать для пополнения запасов жидкое мыло взяла малиной белый шоколад ничего не брала из этой серии мне почему-то казалось что это аромат совершенно не мой вот когда получила заказ послушала из аромат аромат из упаковки аромат оказывается очень очень красивый просто очень очень вот в общем если действительно будет таким красивым и отношение не поменяется то я наверное куплю что-нибудь еще из этой серии консультант фаберлик счет мне подарил такую тушь экспресс волиум ее я не пробовала то есть тушь я заказывала но вот этой вот это уж как-то прошла мимо попробую интересно конечно я взяла крем для рук питательный такой вот роскошная мягкость это с миндалем ну потому что с миндалем поэтому очень захотелось по моему я взяла целых два и купила я три помады я уже говорил что я люблю покупать помаду фаберлик 4584 это вот с этим с колпачком вот такая вот она не знаю как характеризовать этот цвет я все брала какие-то знаете бежевые нюды наверное так могу сказать с прозрачным колпачком 4612 все время забываю название эти да вот они какие-то вот такие вот нюды и никакие не только принципе нормальная помада мне просто немного запах смущает может быть привыкну и кружевная серия 45075 по моему тут называется пикантная корица если ничего не пут а можете ошибаюсь не знаю кроме этого повторная покупка крем-маска для рук антивозрастной эффект с авокадо коллагеном и пчелиным воском и пока я пользовалась мне казалось что хорошая вещь но ничего особенного но когда закончилась я почему-то начала по ней скучать ну а раз начала скучать это верно признак того что надо купить ну что я и сделал еще покупка это геля душа променад была скидка там была возможность купить наборчик вместе с туалетной водой но не стала брать потому что я даже не знаю зачем этот гель я взяла честно мне понравилось оформление очень красивое оформление надеюсь аромат не разочарует в общем-то я как тестировала некоторые ароматы фаберлик я осталась ко всему равнодушна но думаю если ароматы не нравится скорее всего понравится гель и для душа два каких-то у меня были аура еще что-то я была довольна очень давно уже не брала эти парфюмированные гели думаю может быть вот этот вот попробую и понравится не знаю почему я так перескочила с заказа с рассказа о заказе евроше сразу на фаберлик естественно не только два геля для душа взяла еще один гель для душа это парфюмированный как явность с ароматом я знакома неоднократно эти пробники были в посылках в общем от евроше хорошая скидка была на этот гель что-то в районе 500 рублей в общем я решила попробовать потому что давно же у меня не было парфюмированных гелей для душа так уже из упаковки аромат послушала мне нравится вот гель хотя к аромату я равнодушна и парфюмированное молочко с ароматом не роли тоже хорошая была скидка отношение меня к аромату такое знаете мне нравится он мне нравится его слушать ну вот как-то вот носить его я не могу то есть вот на чем-нибудь там с блотера как-нибудь да я надеюсь что молочко то вот придется к двору потому что запах мне кажется немножко другой база база в базе чего-то не хватает и она уже какой-то такой полегче надеюсь что мы с ним подружимся был у меня заказ на сайте wildberries я купила два парфюма и в общем то не могу сказать что я довольна это маскина розовый букет в объеме 30 миллилитров вот так выглядит коробка покажу ну такой вот флакончик в общем не знаю насколько это подлинный аромат и я спорить не буду но послушал аромат в литуале он другой не значим они торгуют ну ладно если еще с этим я спорить не буду потому что меня этого аромата никогда не было вот второй аромат вызывает больше вопросов это ультравиолет от пакарабан это очень старый аромат у нас дома с мамой я не знаю флаконов семь или восемь был наверно этого аромата и в объемах 30 миллилитров его объемы в объеме 50 поэтому я очень хорошо знаю как должен выглядеть флакон как должна выглядеть выглядеть упаковка коробочка похожа что дальше вот такая вот крышка на какая-то очень легкая хотя раньше у меня были упаковки там был пластик такой тяжеленький а здесь это просто не знаю как китайской игрушки с детской вот здесь пластик был немного другой совершенно и кроме того вот здесь я достала вот эту упаковку такую яйцеобразную 30 миллилитров просто она в коробке лежала до этого сколько я покупала полагается такой футляр из темно-фиолетового пластика такого же цвета как коробка почти для того чтобы флакончик стоял а не валялся вот так ну и кроме того сам аромат как будто наполовину разведенной водой я не буду утверждать что они торгуют только фейком но я недовольна своей покупкой и больше никогда парфюм на вайлдберрис я покупать не буду я лучше переплачу но приобрету нормальный товар они вот это вот да и остались у меня покупки прибор я купила себе аромат это кошарель моромор всем известный 30 миллилитров в товарах месяца он вот такой вот я тоже был когда-то аромат я покупку в общем-то решила повторить да как-то соскучилась по нему и в общем попробовала потестировала я очень довольна все такое самое как оно было и и и и раньше и с удовольствием буду использовать очень маленький удобный флакон удобно с собой брать покупки в эльдебуте я в этот раз пошла просто по уходу приобрела набор вот такой вот сыворотка далее здесь наборе сыворотка для моделирования овала лица это мы с мамой будем тестировать это полноценный продукт и к нему две миниатюрки это бальзам для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга и моделирующие крем лифтинг 15 миллилитров такая баночка по моему он стоил 2 900 что ли я не ошибаюсь наборчик был вот в такой вот симпатичные косметички внутри она клеенчатая такая очень удобно в поездках использовать если что-то там испачкается можно будет легко помыть сыворотка была вот в такой коробочке так выглядит упаковка 30 миллилитров объем сыворотки вот так вот она выглядит такая вот с помпой миниатюрка бальзама пробничек тут 5 на 5 миллилитров до можно сказать что миниатюрка все-таки продукт для глаз и баночка с кремом такая тяжелая увесистая я не думаю что это стекло ну что-то псевдо псевдо стекло то есть хороший качественный пластик так она выглядит да как бы сроки годности хороший все замечательно еще одна повторная покупка это крем для рук шоссеи да и дбансит сэншинл энджи 100 миллилитров объем так выглядит коробочкой так выглядит тюбик всегда когда приходит зима я обязательно покупаю крем сейчас у меня уже осталось совсем чуть-чуть поэтому не знаю там в любой момент закончится и мне нужно чтобы меня был обязательно тюбик вот этого крема он очень экономичный на зиму его как правило хватает поэтому несмотря на все поднимающиеся поднимающиеся цены на этот продукт я продолжила покупать в литебуте он был в товарах месяца 1399 рублей это прям вот максимально возможная скидка на этот продукт повторная покупка взяла в запас технили сектех мой любимый крем вот поем ну просто как-то зашла думаю надо пройтись по уходу чтобы как-то в запасе что-то было решила взять этот этот крем да кстати по поводу заказов у берлик забыла показать я взяла еще скраб штрудель с мороженым как же я про него забыла судя по составу здесь составе минеральное масло должен быть он очень-очень мягким таким производить впечатление как будто крем наносишь обычно это всегда так бывает в составе минеральное масло вот но это хорошо потому что натуральные частички может быть думаю не будет таким жестким еще одна покупка тоже была спец цена я все-таки купила себе сыворотку от элены рубинштейн из линейки powersl в объеме 50 миллилитров это очень дорогой продукт и вряд ли бы я собралась бы купить 50 миллилитров но на этот объем была спец цена то есть он в товарах месяца по-моему до какого-то там декабря не знаю и получается что разница между 30 миллилитрами и 50 составила всего лишь 799 рублей конечно я купила вот цена то есть на него была спец цена 6799 рублей я посчитала что это выгодная цена купила так выглядит коробочка ну и вот такая вот увесистая бутылка с пипеткой все такое симпатичное очень хорошая вещь у меня был объем в 30 миллилитров я осталась довольна ждала вот как-то какой-нибудь акции или подарков или чего-нибудь чтобы купить все-таки этот дорогой продукт все-таки я поняла что ну нужен он определенно нужен мне он очень нравится аромат специфический у сыворотки это на все из серии лаж очень сильно напоминает кто знает вот как пахнут средства лаж уходовая здесь вот все та же песня замечательно и дружит сыворотка абсолютно со всеми продуктами то есть неважно какой крем берешь какой марки вот все замечательно дружба со всеми продуктами поэтому не нужно привязываться именно к уходу от элены рубенштейн подарили мне парочку таких косметичек золотых да одну оставлю себе это наверно подарю правда не знаю что с ним делать но такая она такая приятненькая золотистая и последнее что еще взяла это крем от кинзаки ледяной с экстрактом имбиря у меня банка закончилась и в общем я купила тут же на замену новую несмотря на то что я банку бывает растягиваю в течение года у меня стоит всегда в холодильнике мне вот нужно чтобы он всегда у меня был тем более сейчас вот скоро праздники мне очень хочется 1 января достать его из холодильника и вот почувствовать этот бодрящий аромат хотя и в любой другой день тоже приятно особенно когда если не выспался это прям просто праздник просто знаете появляется такая глупая улыбка как вот там на фотографии говорят улыбнись там специально вот тоже самое от этого крема изумительная вещь я не знаю сколько лет это я покупаю этот крем каждый год по банке точно а может быть и по 2 то есть как пойдет я очень довольна и советую если есть возможность попробовать этот крем для какой кожи подходит на упаковке написано для нормальной и комбинированной я добавлю что подходит для нормальной для комбинированной и для склонной к сухости для сухой не подойдет потому что однозначно мало а наносить что-то под него а его уже сверху уже нет смысла это очень легкий продукт и уже как-то меняется все и не очень он любит какие-то такие наслаивания ну пропадает удовольствие от его использования он конечно не начинает себя мерзко вести но просто хочется шкаф славить от продукта поэтому лучше его использовать в чистом виде я бывает даже как экспресс-уход использую то есть с утра нанес потом ну это конечно если я дома планирую находиться на количество времени по крайней мере не уходить никуда с утра то я его наношу как маску а потом через какое-то время уже наношу уход там предварительно конечно воспользовавшись тоником в общем вещь замечательная изумительная ну вот такие вот были покупки в декабре я в общем то считаю что приличные потратилась и это вполне достаточно хочу всех поздравить с наступающим новым годом пожелать вам новым году крепкого здоровья большой любви счастья удачи хочу чтобы все ваши желания обязательно сбылись чтобы вы весело встретили новый год получили замечательные подарки здорово отдохнули в каникулы набрались новых сил для трудовых свершений надеюсь видео было интересным полезным и приятным всем большое спасибо всем пока пока